В сегодняшнем ролике мы с вами говорим о результатах этого виноградного сезона. Кратенько вспомним, что у нас было в этом году и посмотрим результаты, к чему мы пришли. Конечно, все формы мы с вами смотреть не будем, это очень много, но какие-то самые выдающиеся я обязательно озвучу. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, винограды и винодел по призванию с нами, все это понятно и доступно. Итак, у нас сегодня с вами 19 сентября, но вспоминаем, что же у нас было. Вообще сезон начался безумно рано, 1 апреля мы уже ходили в платьицах, но потом было две волны холода. И конкретно вот этот участок нам даже пришлось укрывать от заморозков два раза, второй просто не успели раскрыть. Ну, заморозки в этом сезоне коснулись всех, и тоже многие говорят, ой, заморозки, заморозки. Для нас заморозки это не новость, и если сравнивать, например, с прошлым сезоном, то на дачном участке в прошлом сезоне у нас в течение двух недель была температура, начиная порядка минус четырех. Вот это были заморозки, морозы. В этом сезоне это было всего лишь две ночи, а даже по факту одна. В принципе, мы все берегли, только на родительском участке несколько кустов поморозило, уже просто не было возможности, не было сил их укрыть. А так, в принципе, от заморозков защитились. Дальше что? Опять же, в этом сезоне у нас были некоторые проблемы с опылением некоторых форм. То у нас стояла жаркая погода, то потом пошли дожди, когда часть форм цвели. Ну, я думаю, что свою роль в плохом опылении сыграли еще, опять же, эти майские заморозки, майские морозы, вот эти холода. И, в принципе, весенние перепады температур, когда один день 20, на второй день плюс 2, ну, это ненормально. И растению, конечно, это очень сложно переносить. Следующее по болезням. В этом сезоне как бы мы не очень довольны. Вроде бы мы проводили все профилактические обработки как надо, работали по схемам, но было и дюм на ягодах на некоторых формах, были гнили даже на зеленой ягоде. Вообще раньше мы от гнили специально никогда не защищались. И у нас глобальных проблем с гнилями не было. И вроде бы сезон довольно такой сухой. И когда вокруг шли ливни, на этом участке особо дождей не было. Тем не менее мы столкнулись с гнилями еще по зеленой ягоде. И это при том, что препарат, который мы использовали в обработках Луна Транквилити, он там, как говорится, от всего. И от гнили в том числе не только профилактический, но и лечащий, искореняющий и так далее. То есть этим препаратом мы остались крайне недовольны. И, в общем-то, от вас тоже были комментарии, что были проблемы с ягодой. Тоже аидиум был на ягоде при обработке этим же препаратом. Хотя, не знаю, как остальные, мы покупали в тех местах, где отделки быть не должно. Тем не менее, мы препаратом этим недовольны. И на следующий сезон, если будем использовать, то только то, что осталось с этого сезона, больше я его покупать не буду. Не понравился. Касательно мельдио. В принципе, более-менее, да, где-то оно пыхало. Но в основном это по верхушкам. Поэтому, как бы, ничего такого критичного. Ну, имею по мельдио, скажу, что немножко и наша вина все-таки. Опять же, еще раз засев за учебники, за схемы, за препараты и за все остальное, особенно по мельдио, обязательно блоковые обработки с интервалами более двух недель. И вот здесь мы попадаем в такое проблемное место, когда у нас виноград цветет. Мы все-таки как-то привыкли, что во время цветения мы не обрабатываем. Форм много, цветение растягивается, ну и получается не очень хорошо. Все-таки, опять же, производители препаратов рекомендуют вот эту блоковую обработку с интервалом в две недели, независимо от того, цветет виноград или нет. И тот же, по-моему, Орвега, там вообще рекомендация начинать обработки в конце цветения. То есть с цветением работать мы можем, и на следующий сезон мы это учтем. Ну, а дальше, в принципе, лето довольно теплое. Опять же, там говорят, что какое-то супер выдающееся, какое-то супер жаркое. Не знаю, лично мы не заметили, что какое-то супер. Обычно хорошее, теплое такое. Хорошо, теплое лето, но такое лето у нас не первое. Осень, кстати, тоже. Прошлая осень тоже была очень хорошая, теплая и сухая. Поэтому, опять же, чего-то выдающегося лично мы не заметили. То, что сезон, в принципе, достаточно хороший, да, в принципе, достаточно хороший. Первая форма у нас созрела Церава Сагра в начале августа. Мы этого не ожидали, но она у нас созрела первый раз. И мы не ждали, что она такого очень раннего срока. Остальные формы плюс-минус, да, кто-то показал себя чуть раньше. Там Руслин Гентарный созрел чуть раньше. Чуть раньше созрела Каталония. А, в принципе, основные формы созрели примерно в свои же сроки, в которых они созревали и в прошлом году. Ну, позапрошлый мы не берем в расчет. Там осень включилась 1 сентября и было холодно. Поэтому, ну, как бы, опять же, да, чего-то выдающегося. Я бы не сказала, что случилось. Да, сезон хороший, сезон теплый, как бы все нормально созрело. Ну, это что касается столовой ягоды. Сейчас пару слов про ягоду техническую. Мы потом еще немножко пройдемся по винограднику. Некоторые формы я вам покажу. По технической ягоде белую мы сняли почти всю. И кое-что сняли синее. Особенности этого сезона – это хорошее сахаронакопление. Даже, может быть, еще нет фенольной зрелости где-то. Но сахар уже очень-очень хороший. Например, у Галанта, вот он на втором участке, есть ягоды где 26,5 брикс. Но Галант – это такой маленький анонс. Будем держать в этом сезоне до последнего и попробуем замахнуться на сладкое. Много лет вы этого ждете, да? Вот попробуем сделать реально сладкое вино так, как его надо делать, да? Без добавления сахара. Поэтому будем держать. То есть сахаронакопление хорошее, но в этом есть и некоторый минус – теряется кислота. То есть во многих формах по аж такой достаточно высокий. И в некоторое сусло мы даже добавляли кислоту. Тот же цитронный магарачо, который мы сняли, чтобы вам не соврать, наверное, недели-две назад в полной фенольной зрелости, с очень хорошим сахаром, со всеми там ароматами мускатами, у него по аж был, наверное, даже больше 3,5. Я сейчас уже не вспомню, но по нему будет ролик, как бы все это покажем. То есть, как бы с одной стороны, да, хорошо сахар набирается, с другой стороны есть проблема, теряется кислота. Для виноделия кислота важна. Ну вот, как я сказала, белые формы сняли, синие ждем в фенольной зрелости. Погода позволяет им повисеть, поэтому кто может висеть, тот висит. Сняли только ронда, начала усыхать грибненожка, начала вялиться ягода, точно так же сняли нетуран, потому что, ну, как бы смысла держать дальше, завяливаться на кустах ягоду в нашем случае не было. Ну и опять возвращаемся к столовым сортам. Часть ягоды уже сняли, кое-что еще висит, да, кое-что еще даже созревает. Но почему? Потому что мы свои кусты нагружаем, и где-то даже мы понимаем, что перегруз, ну, как говорится, сезон позволяет, да, решили уже загрузить по максимуму, посмотреть в потенциал, да, к чему можно прийти. Ну и сейчас пойдемте немножко пройдемся по винограднику. Ну, вот здесь у нас такие красивые висят севар, да, фельдер, слово, которое сложно выговорить, и околон. Конечно, гроздочки смотрятся потрясающе, достаточно хороший сахар. Пока погода позволяет, мы еще немножечко подождем. Ну, хэллоуин я уже показывала, и не раз, уже частично мы его съели, тоже в этом сезоне молодой куст шикарно вызрел. Киш-меш, черный хрусталь, частично мы его уже срезали, он уже готов, частично еще висит. Обалденные крупные грозди, крупная ягода, все это без косточки, ну, тоже в отдельном ролике буду показывать. Очень хорошо мы его тут нагрузили, такой приятный, хороший урожай. Такая красивущая дарвика. Ну, вот-вот она будет готова. Уже с той стороны можно кушать, та западная. На восточную еще можно чуть-чуть подождать. Ну, тоже вот без нормировки. Да, дала две грозди на побег, ну, хорошо. Максимально все оставили. Здесь Антоний Великий у нас прячется за листиками. Тоже частично срезан. Открытый грунт. И в открытом грунте, вот там у нас висели красивые гроздочки, в открытом грунте он дал совершенно другие результаты. С теплицей вообще не сравнить. Если бы не знали, сказали, что это совершенно другая ягода, совершенно другой сорт. Здесь ягодка поплотнее, поинтереснее, побогаче по вкусу. Очень в этом году порадовала дынька. Здесь, конечно, все срезано. Было много урожая. Очень красиво, очень хорошее. Ну, вот слышала, что жалуются на дыньку, что вот вкус там как-то теряется. Смотрите, 19 сентября. Сладкая, вкусная ягода с мускатом. Нормальная консистенция. То есть, ну, вполне себе нормально. Да, может, если бы сравнить там с двух, с ягодой две недели назад, или там больше, да, когда мы ее срезали, мы ее в начале сентября срезали, то, может быть, какие-то различия есть. И так все равно подходишь к кусту, классная, вкусная, красивая ягода. Сумасшедший уром. То, что тут мы уже, как говорится, грузанули, так грузанули, да, гулять, так гулять. Вот. Вот такие огромные, красивущие грозди. Все это, опять же, на двух плоскостях. Я не знаю, сколько тут по массе выйдет. Может, и килограмм 30 всего вот этого. Ну, практически готов. Тут, конечно, явный, явный перегруз. Ну, посмотрим, опять же, погода позволяет подержать. Если бы пронормировали, конечно, он бы уже созрел. Но, говорю, что решили подгрузить, так подгрузить. Вот, видите, это все вот на двух плоскостях. Вот такая сумасшедшая нагрузка. Наверное, в следующем году мы так делать не будем. Хотя посмотрим, да, к чему мы в итоге придем. Вот такая красота. Ну, еще сейчас покажу три наших рабочих лошадки. Они тут так интересно сидят. Как-то я когда выбирала план посадки. Вот раз, два и в следующем ряду три. Все, крайние кусты. Это у нас арабелла. Ягода готовая, постепенно мы ее режем. Такая красотка. Наташа растула, вот уже частично срезанная. Обычно режем постепенно. То есть подоспели какие-то мелкие грозди, взяли, срезали. А подспевают следующее. Очень урожайно, обалденно вкусное. И обалденно стабильное. Четвертый год, третий урожай. Вот такая вот Наташа Ростова. Ну, и замыкает эту тройку мускат гурманный. Обалденно красивый. Обалденно вкусный. Тоже нагружен очень хорошо. Частично уже срезан с той стороны. Частично даже с этой какие-то небольшие гроздочки я резала. Такой, ну, форма очень классная. Мы очень довольны. Новинок много в этом году. Плодоносец. Целый был отдельный ролик по новинкам. Сколько я там показывала, наверное, 40 форм. Практически все уже на сегодняшний день созрело. За исключением тех, кто там из каких-то замещающих почек пошел плодоносить. Ну, и знаминок, кто больше всего порадовал. Очень понравился гулливер. Ну, это уже остатки. Потенциал ягоды огромный. Не все грозди такие были. И более-менее неплохо опыленные. Красивый, вкусный. Тоже-тоже частично срезанный. Перцовый красный. Все, что осталось, уже давно созрел. Срезали и скушали. Очень красивый. Правда, тоже с названиями, конечно. Народные селекционеры немножко чудят, потому что он не совсем красный. Он больше какой-то розово-бордовый. Но если сравнивать с черным, то тот черный, но не совсем перцовый. Этот перцовый, но не совсем красный. Очень удивил дубовский розовый. Это прививка этого года, черным-зеленый. Конечно, он еще недозревший. Но тут и ягода обалденная. И цвет, и вид, и вообще все. Вот и две гроздочки у нас есть. И, конечно, недозревшая ягодка кисловатая. Но так простите, эта прививка в конце мая делана. Да, и он сумел дать вот такой урожай. Вот еще немножко по техническим сортам. Красеный висит, добирает сахар. Тоже, в принципе, он уже тут так неплохо созрел. Поздние формы в пристеночке радуют. Вот это у нас, я не помню, Риболи, Марселан. Смотрите, грозди. Тут одна гроздь. Да, это вообще обалдеть. Ну, тут тоже кондиции уже достаточно хорошие. Я на экране пропишу, кто это. Я их почему-то все время путаю. Никак не могу запомнить, кто где. Они тут рядышком сидят. У кадарки тут тоже грозди такие немаленькие. Ну, тоже вот-вот-вот она будет готова. Очень радует техническая легенда. Да, надо проговаривать, потому что наши нарселы у них, опять же, с фантазией плохо. Да, есть столовая легенда. Хотя техническая легенда – это старый молдавский сорт с троминиром розовым в родителях. Вот в прошлом году плохо опылился, в этом году шикарно. Смотрите, какие гроздочки. Здесь уже очень хороший сахар. Просто, честно, даже нет времени снять. Поэтому, пока погода позволяет, оно висит. Мы занимаемся другими делами, да. Но скоро уже начнем это все убирать. Вот тут тоже она за листиками прячется. Листья не все убирали, потому что в этом году горит ягода. Как-то к этому стараемся притенять. Ну и пару слов по нашему второму, по дачному участку. Там у нас была небольшая проблема. Птицы вот на этом, как-то у нас с птицами так спокойно, да, как и с осами, например. И в этом году, и в прошлом, опять же, на дачном. В прошлом году это была какая-то массовая атака ос. Столько ос мы никогда в жизни не видели. В этом году ос нету. Наверное, в прошлом году мы их вытравили. Зато птицы. Птиц вообще было очень много. Пришлось срочно вешать сетки. Некоторые сорта, они так нормально подбили от ос. Ну, практически полностью уничтожили. Поэтому от ос даже в этом сезоне показывать не буду. Потому что показать, собственно говоря, нечего. Да, не успели мы там накрыть. Кто там порадовал, кто там удивил. Ну, конечно, как всегда, стабильный сеня. Тоже всегда созревающий в свои сроки. Всегда держащий нагрузку. Да, вот здесь немножко кадры будут. А потом, по мере возможностей, я вам уже буду показывать полную характеристики сорта. Как что вызрело, потому что материала много, да, ручки. В общем-то, одни. Еще и детка, и участки. Муж, конечно, помогает. Это наше общее хобби, общее увлечение. Но у него есть тоже детка. Вот она детка, да. И при этом он еще работает. Поэтому, ну, сами понимаете. Жена на том участке очень порадовала Аркадия. Ну, всегда стабильный, надежный сорт. Вот, казалось, что она как-то плоховато опылила, что не очень большие грозди и все остальное. Но, когда мы сняли итоговый результат, вот, положили на весы, то это просто очень классно. Очень много цимус. Тоже обалденно классный результат. Вот сейчас я сделаю две вставочки. На весах цимус, на весах Аркадия. Это урожай Аркадии. Два таких ящика. Сейчас мы их взвесим. И примерно столько же мы уже срезали и отдали. Вот этот ящик 10 килограмм. Второй 12. Ну, и говорю, что примерно столько же мы уже отдали. То есть получается 40 килограмм с куста. Ну, даже давайте спустим. Пусть будет 30. Результат обалденный. Исходя из того, сколько места она занимает. И, казалось бы, ну, что там, не такой же урожай, да, не такие огромные грозди. А по факту вот сколько выходит. А вот это у нас ящик цимуса. И примерно два раза по столько мы уже срезали. Поскольку нагрузка была большая, грозди созревали не совсем одновременно. Поэтому мы срезали частями. Вот смотрите, сколько еще осталось. Тоже сейчас взвесим, посмотрим, сколько здесь. Так, ставим на весы цимус. Почти 20 килограмм. 19. Ну, вот примерно два раза по столько мы уже сняли. Без комментариев. Вот это урожай. Также очень порадовал на том участке Академик. В прошлом году он совсем плохо опылился. Было грустно, печально. В этом году он опылился шикарно, загрузился шикарно. Красивый, классный урожай. В общем-то, сезон достаточно хороший, достаточно приятный. Много чем нас порадовал. И, как вы видели, для нас он еще не закончился. Для нас он продолжается. Будем надеяться, что осень нас еще порадует хорошими теплыми днями. Вся наша ягода хорошо дозреет. И столовая, и техническая наберет всякой ароматики. Сейчас как раз хорошо теплые дни, прохладные ночи. Вот прям то, что нужно. Будем надеяться, что вот ягода всего этого напитается. А мы потом будем вспоминать зимой это лето. Жаль, что оно пролетело слишком быстро. Также напоминаю, кому некомфортно нас смотреть на Ютубе, у кого низкие скорости, Ютуб плохо работает. Нас можно смотреть на Яндекс.Дзене. Канал называется точно так же. В описании этого ролика и в описании всех роликов мы уже года два, как ставим ссылку на Яндекс.Дзен. Нас можно смотреть и там. Единственный нюанс, туда ролики закачиваются гораздо сложнее и гораздо дольше. Для сравнения, если на Ютубе при нашей скорости интернета за 6 часов закачивается ролик, то Дзен, если 12, это очень повезло. Бывает, что это закачивается сутками. Также вы спрашиваете, рекомендуете, просите, чтобы мы были на Рутубе. Ребят, там вообще мрак полный. Двое суток я пыталась закачать ролик. Потом они же этот ролик заблокировали. Поддержки вообще никакой. Они отвечают через сутки, через двое. Смысла я не вижу. Дзен нормальная площадка. Она у многих должна нормально работать. Хотя для нас тоже немножко она проблематичная. Ну, по крайней мере, 12 часов, да, это ни сутки, ни двое. Нам, по крайней мере, хоть что-то закачивается, хотя тоже закачивается с проблемами. К сожалению, так. И вы должны об этом знать, понимать, что со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы вы нас увидели и вам было комфортно нас смотреть. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!